И поздравляем вас всех с Ханукой. И мы продолжаем наш курс по книге Исход. Сегодня наша тема – это 10 заповедей и само заключение завета. Опять-таки, я не хотел бы рассказывать перевиальных вещей, перевиальные вещи вы прочтете сами, и хотел бы только остановиться на каких-то нестандартных вещах. Прежде всего, 10 заповедей. У нас, как известно, есть большой спор относительно первой заповеди. В чем она, собственно, состоит? Что если мы понимаем второй стих, что «Я, Господь Бог, Пой, Тотой вывел тебя из земли, гипотеза, из дома рабства», что это и есть первая заповедь, то непонятно, в чем, собственно, она состоит. Мне кажется, что, по крайней мере, мне наиболее понятен комментарий, который говорит, что суть первой заповеди – это видеть божественное появление в ходе Эстонии. Оно состоит не просто в вере в Бога, оно состоит в том, какой характер имеет еврейское представление о Боге. И вот этот вот характер во втором стихе, он проявлен. Очень известный комментарий, который говорит, что «Почему Всевышний не говорит, я Господь Бог твой, Который сотворил небо и землю», а говорит именно «Который вывел тебя из земли гипотеза». И один из возможных пониманий, что именно в том, что Бог не просто сотворил мир и пустой самотек, а что Бог продолжает управлять миром, и, главное, продолжает управлять тем ходом истории, который идет прямо с нами, непосредственно. Вот это ощущение участия Бога непосредственно в нашей жизни, и Бога там не только в индивидуальной жизни, но, главное, в общенациональной жизни, в тех исторических процессах, которые происходят рядом с нами, вот это является важнейшим еврейским представлением о Всевышнем. И, в частности, соответственно, создание Израиля и вся история, особенно последняя история, должна представлять для нас интерес именно как диалог еврейского народа с Богом. Надо сейчас сказать, уже как бы отрываясь от комментариев «Действия заповедей», что вообще это чувство общенационального диалога было очень сильно в древности, когда была эпоха первого храма, эпоха Танаха, потом оно несколько стало уменьшаться, к концу второго храма, в основном, стало давлять индивидуальное понимание. Христианство, которое создалось в конце периода второго храма, восприняло только индивидуальный диалог с Богом, и, соответственно, понесло его человечеству. И две тысячи лет в человечестве с помощью христианства, ислама распространялось представление об индивидуальном диалоге с Богом. А евреи, которые ушли в изгнание, соответственно, тоже потеряли общенациональный уровень, общенациональный уровень действия, поэтому общенациональный уровень диалога. И тоже стали ощущать в основном индивидуальный диалог, а общенациональный только в прошлом. И сегодня, в связи с созданием Израиля, ситуация меняется, возрождается общенациональный диалог с Богом, и, соответственно, мы снова можем ощущать, что Господь Бог Твой, Который не только вывел тебя из земли египетской, но и Который привел нас из всех стран мира в страну Израиля, и вот это сразу, поэтому, ощущается сегодня совершенно иначе, чем она ощущалась в последние две тысячи лет. Ну, это, так сказать, такой современный уже, к этому комментарий, и пойдем дальше основные моменты. Значит, десять заповедей встречаются у нас в Старе два раза. Вообще, история заключения Заряда с Богом. Один раз в книге «Исход», там, где мы сейчас читаем, второй раз в книге «Второзаконие», когда перед смертью Моисей делает реперспективу всего, что произошло с Семенским народом, и, в том числе, пересказывает опять дарование Таре на Синае и десять заповедей. И, как известно, есть интересные и важные различия между десятью заповедями в книге «Исход» и десятью заповедями в книге «Второзаконие». Одно из самых интересных и важных различий, как известно, это различия с заповедью «Субботы». В книге «Исход», то, что мы сейчас читаем, заповедь «Субботы» дана так. Сказано, помни день субботний, чтобы его осветить, шесть дней работы, делай всякую работу свою, а седьмой день – субботу. Почему седьмой день – суббота? Потому что шесть дней создал Господь небо, и землю, горе, и все, что с них... А в седьмой день покоился. То есть обоснование «Субботы» в книге «Исход» – это обоснование универсальное. Шесть дней «Исход» в другом «Господь небо» и землю, это касается всех людей, а не только евреев. При этом глагол, который здесь употреблен, как, наверное, многие из вас слышали, это глагол «помни день субботний». Теперь, что происходит в книге «Второзаконие»? Мы сейчас не... Нет этого файла передо мной, но там и отличие в следующем. Сказано не «помни день субботний», а сказано «соблюдай день субботний». То есть здесь сказано «заход», а там сказано «шамор». И при этом там в книге «Второзаконие» обоснование совершенно другое. Не потому, что Бог создал небо и землю, а потому, что ты был рабом, а теперь получи отдых. То есть здесь «Суббота» имеет универсальное обоснование, а в книге «Второзаконие» она имеет национальное обоснование. При этом здесь сказано о том, что надо помнить день субботний, а в книге «Второзаконие» сказано, что надо соблюдать день субботний. Как известно, еврейская традиция очень любит соединять эти вещи и подчеркивать, что слова «помни» и «соблюдай» были сказаны одновременно. Вот известная песня «Лаха дади», которая поется в начале субботы, она, конечно, поиглашает, что «Захор ва шамор ба дибу раха». То есть «соблюдая и помни» были сказаны в одном слове. Это все, конечно, замечательно, что «и помни» и «соблюдая» эти вещи надо делать одновременно. Но эти все-таки вещи отличаются в двух местах и отличается их обоснование, и отличается их реализация. Потому что «помни» день субботний – это праздновать субботу. Это, например, делать кеду субботний или зажигать субботние свечи, или как-то отмечать субботу. В начале субботы прочесть от эрот и старых, которые говорят о субботе, о том, что «сосбур Бог не обоземлен». И это называется «помнить». А соблюдать это совсем другое. Соблюдать это не нарушать субботу. То есть не делать субботу работ. И стоять все девяти субботних работ. И тогда получается, что «помни», который имеет универсальное обоснование, если приходим к самому главному моменту, то есть «помни», то есть «празднуй», имеет универсальное обоснование и, значит, относится ко всему человечеству. А не только к евреям. А вот «соблюдай», то есть не нарушай, имеет национальное обоснование. Вы были рабами в Египте, а теперь вы свободны. И тем самым соблюдение субботы, то есть не зажигать огонь в субботу, не писать в субботу, не строить в субботу. Это имеет национальное обоснование. Таким образом получается, что празднование субботы, как вам, может быть, не странно покажется здесь, но есть такое мнение, безусловно, среди еврейских мудрецов, это не является обязательным, конечно, но это очень серьезное мнение, что празднование субботы относится ко всем людям на Земле. И поэтому празднование субботы, для этого совершенно необязательно быть евреем, празднование подходит для всего человечества. Это очень важный и нетривиальный момент нашего понимания в субботу. Вопросы? Вопросов нет? Пошли дальше. Все окей? Следующим нашим вопросом должно быть вопрос о характере 10 заповедей. В чем их уникальность? Понятно, что 10 заповедей имеют совершенно особый статус. это то, что было сказано всему народу одновременно. Это то, что было написано на скрижале. То есть совершенно понятно, что 10 заповедей это вещь особая. И в древности в храме было даже 10 заповедей, читали 10 заповедей, и шма и сайл. Вот что отрывок шма и сайл особый, это тоже понятно. И эти два отрывка читали в храме каждый день сутра. Но потом, как говорит традиция, стали увеличиваться люди, которые стали говорить, что только 10 заповедей и являются главным, а все остальное второстепенное. Отголоски этого мы можем найти в христианстве, скажем, который очень любит концентрироваться именно на 10 заповедях. Или в таком, сказал бы, широко распространенном бытовом подходе, которому кажется, что 10 заповедей это самое существенное, а все остальное мелочи. И поэтому говорит традиция, что когда этот взгляд распространился, то, во-первых, отменили чтение 10 заповедей в храме, и этого нет в еврейской службе сегодня. То есть, шма и сайл, как раз читают тот и речи, а 10 заповедей не читают специально изгибельно. Чтобы подчеркнуть, что вся тара имеет одинаковый статус, что нет, скорее, не важных вещей, что все вещи важны. И это почетивание, оно тоже существенно, оно для противодействия точки зрения, что только 10 заповедей не являются главными. В общем-то, надо обе эти точки зрения как бы уравновесить. Что, с одной стороны, вся тара важна, но с другой, все-таки 10 заповедей, конечно, имеют особый США на статус. И статус они имеют не потому, что здесь что-то сказано такое не тривиальное, но в субботу, допустим, не было других народов. Конечно, это распространилось по всему человечеству, и это важнейший вклад еврейского народа в цивилизацию. Но многие здесь вещи как бы совершенно тривиальные. Там не убивая, не прелюбодействуя, не крагит. И, в общем-то, эти заповеди можно встретить в любом древнем кодексе, современном. Но смысл этого не в том, что здесь сказано что-то новое. И даже про субботу традиция говорит, что про субботу и время было сказано раньше, до сгарсина, еще при, скажем, когда было дарование цары, дарование манны, извините, когда манна стала спускаться с неба, то манна выпадала 6 дней, а суббота не выпадала. То есть, вещь суббота, она была уже до этого. Но суть по этому десяти заповеди не в том, что сообщается что-то новое, а в том, что на основании этого делается завет. То есть, союз Бога с народом, завет Бога народу, особый статус народа устанавливается на вот этих вот десяти заповедей. Поэтому, конечно, это не просто заповеди, это принципы установления завета. Очень важно, что эти принципы включают в себя и отношения человека с Богом, и отношения между человеком и его ближним. И важность еще раз не юридическая сторона дела, а именно как бы религиозно-духовная. То есть, завет с Богом делается не на основании того, что Бог что-то дает евреям, а евреи что-то дают Богу. Потому что дать Богу мы так не можем. Мы можем только дать Богу свое правильное поведение, свои правильные действия. И именно в этом смысле заключен завет. То есть, завет в нашей реализации тех принципов, которые Бог нам передал. Попробием, который задан, что между Шамор и Захор прошло почти 40 лет, не связано с ними с разницей. Нет, с этим не связано. То, что соблюдение субботы у нас есть еще раньше. У нас еще до Гарисинай есть то, что в субботу нельзя собирать манну, и нельзя выходить за поиск. И дальше есть даже казнь человека, который собирал хворост в субботу. И поэтому Шамор было, конечно, с самого начала здесь. Здесь нельзя сказать, что это появилось позже. еще один вопрос, который здесь есть. Является ли заповедем единственным числе, это не каждому или ко всем вместе? Понятно, что это и то, и другое одновременно. Хорошо, пошли дальше. Теперь переходим к следующему отрезку вторы, что весь народ видел геомы и пламя и звук рога и горды мячился. И как увидел народ, они вздрогнули и стали полным. И сказали Маше, говори ты с нами и будем мы слушать и будет не говорить Бог с нами а то умрем. И вот здесь важнейшая проблема. Люди ощущают, что если они будут говорить напрямую с Богом, то они могут умереть. А с другой стороны, они увидели, что в общем-то можно говорить с Богом и остаться вживую. И вот это проблема, потому что разговор, что такое вообще смерть? Это переход в будущий мир, в мир после смерти. и когда человек общается с высшими мирами, то есть его мистическое чувство, он видит, что это общение гораздо имеет большую силу, чем все, что есть вокруг него. И поэтому мистика, она завлекает к смерти. Это очень непростая вещь, но это совершенно явно есть во всех мистиках. Например, там, скажем, индийская мистика, желанием является нирвана. То есть нирвана это растворение бесконечной божественности, потеря собственной отдельной личности, слияние с Богом или с божественностью, или с какой-то как-то понимать, но мистика, когда человек ощущает мистические вещи, то вот эта жажда слияния с божественностью, она у него очень сильна. И поэтому мы много где в Танахе находим отрывки, что когда человек видит Бога или слышит Бога, он думает, что он после этого умрет. Но здесь евреям представлена ситуация другая. Оказывается, они общались с Богом и могут остаться живыми. И вот эта вот идея что общение с Богом не приводит к смерти, а оно оставляет человеком живых, это очень нетривиальная идея еврейской мистики. Впервые она выражена в истории Авраама и же это приношение Ицхалка. Когда Авраам поднимается на гору, а потом спускается с горы. То есть не просто он может подняться, он может еще и спуститься. и вот это вот ощущение, что он может подняться, поклониться, приобщиться к божественности, а потом остаться живым, это еврейское чувство, которое однозначно предпочитает жизнь, а не смерть. Вообще то, что религиозный подход предпочитает жизнь, а не смерть, совсем не так просто. Бывает очень много религиозных подходов, которые подчеркивают и педалируют идею, что вся жизнь эта вещь несущественная, что на самом деле все существенное только после смерти, что только там жизнь настоящая в загробном мире, а все, что есть здесь, это все мелочи. Но уж ты вынужден быть здесь, ты здесь как бы собираешь себе просто очки для того, чтобы правильно и хорошо быть в загробном мире. Это ощущение, когда эта жизнь является только сбором очков и баллов для того, чтобы получить хорошее место в будущем мире, она совершенно иудаизм отвергается. То есть иудаизм подчеркивает, что важной настоящей вещью является опять жизнь. И вот это ощущение встречи с Богом и при этом жизни для этого нужно дорасти. И мы сейчас увидим, как это происходит дальше, но прежде всего здесь народу еще очень трудно это пережить. Вот вдруг он ощутил, что в общем можно общаться с Богом и остаться живым. Но все-таки он этого опасается. именно поэтому он говорит, что больше мы не в состоянии перенести. Дальше мы хотим, чтобы ты нам передавал. И таким образом иудаизм опирается на две вещи. На то, что он с одной стороны есть прямое откровение Бога всему народу, а с другой стороны, что есть передача через Моисея. не все было сказано сразу. Было сказано сразу только основы, а детали до того передаются. Если задан вопрос, что Врам спустился без Ицхака, ничего подобного, Врам спустился с Ицхаком. Это Медляж говорит, что он спустился без Ицхака, но Медляж не надо путать с Пшатом. По Пшату текста, конечно, он спускается вместе с Ицхаком, Ицхак остается жив, потом он садь и женится, потом у него дети, а если бы он умер, то как бы из него родился потом неохота, потом бы родился Летиндейский народ. То есть не надо приписывать Медляж в Шату, это будет серьезной ошибкой. Но пойдемте дальше. Одну секундочку. Бениамин, Бени! Идем дальше по тексту и у нас завершение дарования тары. И это завершение устроено так. То есть после дарования тары, после... А, чтобы еще прошли прощения, мы еще немножко не даровали, я слишком быстро перепрыгнул. То есть когда народ сказал Маше, что говори ты с нами, а мы будем слушать, а то мы умрем, Моисей отвечает им так. Он говорит, не бойтесь, ибо для того, чтобы вознести вас, пришел Бог. Часто это переводится как испытать вас, пришел Бог, но здесь дело не в испытании, а здесь дело в продвижении. То есть есть общее чувство связи фундаментальное. И вот это вот чувство связи, оно и было при даровании тары. Не в том дело, что при даровании тары сказана некая информация важная, а в том, что возникает вот это чувство связи, чувство причастности, чувство заключения завета. Детализация завета может быть потом, но вот это вот чувство связи, оно является фундаментальным. И в общем-то оно является фундаментальным баудовикой. Без вот этого фундаментального чувства связи ничего невозможно. Детали можно доработать, но чувство связи, оно является основой всего. И вот продолжим, что здесь видится дальше, что после завершения дарования тары Бог говорит Моисею, что во-первых, он говорит вы видели, что с неба говорил я с вами. То есть ощущение ощущение источника тары было небо. Небо вообще всегда означает не атмосферу, а некий высший уровень. то есть вы видели, вы ощутили, что это было трансцендентным, что это не было из этого мира, что это не было какого-то элемента этого мира. И поэтому не делайте никаких изображений. И чувство трансцендентности дарования тары, оно является отрицающим изображением. Но очень важен поэтому нам питание стиль 20. Стиль 20 обычно читается так. «Не делайте при мне божеств серебряных и божеств золотых не делайте себе». Но в иврите после слова «мне» стоит этнахта, то есть запятая, середина степа. Поэтому неправильно перевести, как это часто делается, «Не делайте при мне божеств серебряных». а «Не делайте при мне запятая» или даже точка с запятой. А дальше «божеств серебряных» и «божеств золотых» «не делайте себе». Что означает фраза «не делайте при мне»? Эта фраза понимается в еврейской традиции как запрет шитуфа. Шитуф – это такая религиозная система, когда остаётся монотонизм, но к Всевышнему перелепляются некоторые образы, которые помогают человеку осознать образ Бога. Вот эти присоединяющие образы, они не создают идолопоклонство, то есть они не создают многобожие. Они создают образ, через который человек связывается с Богом. Вот именно таким шитуфом было прежде всего золотой телев, до которого мы, надеюсь, дойдём в этом курсе. Золотой телец не то, что он заменял Бога, он скорее заменял Моисея. Золотой телец должен был дать евреям как бы взаимный образ связи со Всевышним. Поскольку Моисей пропал, то вместо Моисея делается золотой телец. И поэтому нельзя назвать это прямой глупоклонством. Но евреям запрещено не только прямое глупоклонство, евреям запрещен ещё и шитуф. То есть запрещено присоединять образы к Богу. И поэтому для еврейского народа, который сделал золотой телец, это тогда за глупоклонство засчитывается, хотя прямым глупоклонством этого не было. Аналогичная ситуация с христианством. Христианство присоединяет к образу Бога образ Иисуса. То есть Иисус является для христианства зримым образом Бога. И в этом смысле для евреев христианство является глупоклонством. Но для неевреев вот этой дополнительной заповеди не делайте при мне. Её нет. Это уже одинаковый не входит в 10 заповедей, эта деталь. Она не относится к всеми заповедям сыновей иной. То есть для народов мира запрещено только настоящее глупоклонство. Но шипов для народов мира не запрещено. Таким образом получается, что для неевреев христианство не является глупоклонством. А вот для евреев христианство да и глупоклонством является. Требования по отношению к глупоклонству они более жёсткие для евреев, чем для народов мира. И это смысл фразы «Не делайте при мне». Продолжается эта фраза тем, что божеств серебряных и божеств золотых не делайте себе. Важно отметить, что слово серебро и золото, которое в русском языке близкие очень, в переносном смысле, и то, и другое означает богатство, и слово серебро и слово золото, в иврите совершенно они имеют другой смысл. Переносный смысл смысла. Они, конечно, обозначают металл, серебро и золото, но в переносном смысле серебро это имущественные вещи, то есть деньги, и прямо слово кэсер означает и серебро и деньги, в иврите, а золото имеет совершенно другую ассоциацию. Золото имеет ассоциацию не на материальные блага, а имеет ассоциацию на духовные блага. То есть золото это качество человека, это блудрость человека, это какие-то высокие моральные качества. Вот так мы скажем, золотой человек, это не значит, что он богатый человек, это значит, что он хороший человек. Вот серебряный человек, так не говорится естественно про человека. И именно как человек хороший, мы бы сказали, что он золотой. Например, золотые руки, очень умелые руки. Мы у тебя много стоят, потому что с ними можно много сделать. Но само такое понятие, что золотой человек и золотые руки, это как бы качество умеющий, а вовсе не богатый. И поэтому божество серебряных и божество золотых не делайте себе означает не превращать в божества ни материальные объекты, ни духовные качества. То есть я бы сказал, что фраза «Бог есть любовь» запрещена здесь, когда сказано «божество золотых не делайте себе». То есть не надо превращать в божество в том числе хорошее качество личности и поклоняться этому ни уму, ни любви, ни достоинству человека, ни мудрости. И вот это очень важная вещь о том, что запрещается что бы то ни было, в том числе очень хорошие духовные вещи обожествлять. Дальше Тора переходит к тому, что жертвенник из земли сделаем это очень важный момент. Мы видим, что жертвенник и по сути дела храм не является вещью поздней. Не то, что это когда евреи сделали золотого цельца, то на всякий случай им повелели сделать лучше пусть будет жертвенник и пусть будет храм, пусть они поклоняются и приносят жертву Богу, а не идолам. Здесь не так. Жертвенник указан здесь сразу сделать жертвенник в самом начале, прямо сразу после дарования Торы. Жертвенник это некое ощущение постоянной связи с Богом. На самом деле нам сегодня даже трудно понять, что это такое, то есть не то, что мы не знаем, как это происходило, нам трудно ощутить это. Это настолько для нас вещь необычная, настолько непривычная, что нам трудно понять, что же такое представлял из себя жертвенник. Но представьте, что же надо сказать, чувство это, когда человек приносит жертву. Но тем не менее это было необычайно важным. И здесь сказано, что приносить на него надо всесожжение и мирные жертвы. И это очень важная двойственность, которая здесь есть. Всесожжение это то, что мы отдаем. А мирные жертвы это то, что мы едим сами. Нам даже сейчас не совсем мы осознаем, что большинство жертв, которые приносились в храме, вовсе не было просто сжиганием жертвы. А наоборот, эту жертву ел сам тот, кто ее приносит. В частности, пасхальная жертва, скажем, хороший пример. Пасхальную жертву приносят в храме. И что дальше с ней делают? Кусочек маленький возжигают на жертву, синики и опять кровью, а дальше ее мирные жертвы. То есть мирные, они, слово мирные непонятно не в скопоиске, шламим на иврике, слово шалом, вообще слово шалом не совсем означает мир в смысле не войны. Шалом это мир в смысле цельности, в смысле того, что не просто нет военных действий, а все уравновешено, есть полнота некоторая. Вот шалом как полнота, она и есть шламим в смысле мирные жертвы. То есть в основном этими мирными жертвами они состояли в том, что человек, например, когда у него было какое-то торжество семейное, например, там, скажем, то, что мы загляли сегодня Бармитцева или рождение ребенка, когда он хочет отменить, то семья не просто собирается где-то, а собирается и идет в храм. И в храме приносятся эти мирные жертвы, часть жертвы на жертвенники, а остальная часть семья и мирная. То есть это как бы жертва человека вместе с Богом. И вот это ощущение, что можно принести жертву, которую сам же ешь, что суть божественности это не отдать божественности, а жить вместе с божественностью, вот это важнейший пункт еврейского восприятия мира. Поэтому здесь есть и всесожжение, и есть мирные жертвы. И то, что человек отдает Богу, это тоже важный аспект, и то, что он как бы ест вместе с Богом, как бы приглашает Бога к своей трапезе, к своему семейному или национальному празднику. И вот это вот важнейший смысл жертв. И далее сказано, что если жертвенник из камней будешь делать, то не делай их тесанами, потому что если ты свое железо выложил на камни, ты их сквернился. То есть жертвенник должен быть или земляной, и таким был жертвенник, когда ходили по пустыне, когда мы дальше прочтем, как пустынен жертвенник, он из досок, полый внутри, сверху он обшит медью, а внутри он полый, его можно носить, дальше его ставили на стоянки и насыпали в него землю, и он был жертвенник из земли. Или он из камней. Соответственно, камни, но именно не тесаные, и первый такой жертвенник мы находим, он до сих пор сохранился, кстати, он находится в Израиле на горе Эйваль около Шхема, жертвенник, который построил Яшо, его не очень давно, лет 20 примерно назад археологи нашли, и большинство археологов признало, что это жертвенник минус 12 или минус 13 века, то есть больше 3000 лет назад, и в нем нашли, при раскопках нашли в том числе Египет и Старобей, и отличные предметы того времени, по которым можно датировать, что опять люди, которые построили эти жертвенники, они вышли из Египта и связаны были с Египтом частично, и по всем признакам это и есть жертвенник, который построил Яшо. Он, кстати, построен на месте того жертвенника, который в свое время Авраам поставил на горе Иваль, на горе около Алон-Маре. И поэтому вот эта вся история библейская, она постепенно оживает на наших глазах. Это не местная теория, что где-то там Авраам поставил жертвенник, в общем-то его можно найти прямо, найти реально, конкретно, и жертвенник Яшо, внутри него есть некое круглое сооружение, внутри этого, большого жертвенника Яшо, и очень возможно, что это есть сохранившийся жертвенник Авраам. То есть жертвенник Авраам это минус двадцатый лет. Это феноменальная древность, это четыре тысячи лет назад, не то, что четыре тысячи лет с кем на скальной рисунке, а прямо с нашими ветками, которые основали ту религию, которую мы до тех пор исповедуем, которые придерживались всего того, чего мы придерживаемся, о которых написано в таре, о которых мы читаем каждый год. То есть это совершенно феноменальное чувство в Играэле прямой связи с настоящей древней историей. Но возвращаясь к тому, что жертвенник должен быть из камней неотесанных, смысл этого в том, что есть некоторая естественность. Жертвенник из земли и жертвенник из неотесанных камней в некотором смысле это превращение естественной жизни в жертвенник Бога. То есть жертвенник это не некоторое искусственное сооружение, а вот саму нашу жизнь, саму нашу естественную жизнь, землю, в которой мы живем, вот это все должно быть преобразовано в жертвенник Всевышнего. Вот это очень существенная идея, которая здесь содержится. Ну и наконец 23-й говорит так, что не восходи по ступеням на жертвенник мой, чтобы не открылась твоя нагота. И эта вещь тоже технически это делается в том, что на жертвенник сходили по наклонному пандусу такому, а не по ступеням. Но почему нужно подчеркнуть эту идею здесь? Что здесь важного? И идея здесь видимо в том, что в процессе религиозного экстаза человек может забыть о правилах и о принципах скромности. то есть религиозный экстаз это такая вещь, которую человек может захватить и он может решить, что все остальное является несущественным. И поэтому, чтобы такого не произошло, соответственно, для этого у него есть указание, что он не должен, даже когда он идет на жертву, он не должен забывать об этих всех важнейших вещах. Здесь интересно в этом смысле смотреть историю очень параллельно к этому это историю царя Давида. Мы помним, что когда царь Давид вносил ковчег в храм, точнее, не в храм, а в Иерусалим, из Кириат и Арим, и это было очень сложно, и наконец Давиду удалось донести ковчег до Иерусалима, и сказано, что Давиду был опоясан плодом, это такая одежда служения, и что Давид плясал перед ковчегом. И вот это чувство, что Давид плясал перед ковчегом, возможно, что это было не очень прилично, как бы, он себя вел. И поэтому, когда дальше он поднимается к себе в дом, то его жена Михаль, дочь Саула, говорит, ну вот, царь ведет себя совершенно неприлично, он перед всякими простым народом себя, как бы, так сказать, открывает. Это как бы нагота для царя в этом смысле. То есть, и этот упрек Михалий, он вовсе не был бессмысленным. Там была проблема, Давид это не воспринял, он через и ответил, потому что она в неправильной форме это сделала. Она это сделала при всех, и она Давид еще переживал в этот момент саму привоз ковчега, и, конечно, он поэтому не услышал то, что Михаль ему говорил. Ну, в общем, нельзя сказать, что то, что она говорила, было глупостью, потому что вот эта вот идея, что когда происходит религиозное действие, то нельзя, чтобы открылась нагота, нельзя в религиозное действие включить что-то неправильное, она очень идея важная. Надо вообще отметить, что в храмах и глупоклонствах, скажем, ритуальный секс был просто частью религиозного ритуала. Вообще понятно, что само сам то, что небо идет дождь, а мы знаем, что в стране Израиля дождь это критическая вещь, дождь воспринимался как интимная связь между небом и землем. И поэтому, скажем, хрананских народов, скажем, у них был такой бог Ваал, Ваал это известный название бога Ивропоклонского, но Ваал это Бааль на иврике, это хозяин, то есть муж, это хозяин, это слово хозяин и муж. Вот это вот хозяин и муж, поэтому Бааль был мужем земли, и в этом смысле его связь с землей, его интимные отношения с землей, секс между небом и землей, это и был дождь. И поэтому, чтобы вызвать дождь, соответственно, священники в Ивропоклонских кульках занимались ритуальным сексом с, соответственно, Гдеша, было такое понятие жейцы Ивропоклонского культа, священники или даже просто прихожане. Вот этот вот секс и был ритуальным действием, чтобы вызвать дождь, как при общении мужчины и жены или мужчины и женщины, соответственно, получается благотворение, Так и дождь должен оплодотворить землю. Поэтому связь между религиозным чувством и сексом, она очень-очень глубока. Это нам сегодня окажется, что религия, секс, это видишь такие раздельные. Особенно христианство это усилило с его ударением на безбрачие священников. Может быть, даже христианство и сделало такое сильное ударение на безбрачие священников, именно потому что в его попростих культах не только не было безбрачие священников, а наоборот, было ритуальный секс. И поэтому христианство переезжало в противоположную сторону, чтобы изничтожить это чувство. Но в иудаизме, разумеется, нет перебора в том, чтобы вообще культурировалось безбрачие, наоборот, священники, особенно перед священниками, обязательно должны быть женаты. Без этого они не могут служить службу в храме. Но вот эта вот опасность, она безусловно есть. Опасность присоединить ритуальный секс к служению Всевышнему, она есть, и от нее нужно ограничить человека. Именно поэтому сказано, что не выходи по ступеньям на жертвенник, чтобы не открылась нога, потому что это действительно момент возможный. Здесь не имеется в виду, что прямо так человек будет бежать на жертвенник, что с него одежда упадет или будет развиваться по повету, а что вот сам принцип, вот это вот желание зайти на жертвенник, что при этом не открылась нога, это очень не идеальная и существенная речь. Ну вот это то, что я хотел сказать вам сегодня. Пожалуй, это все на сегодня. Суппорт? Суппорт нормальный. Есть вопросы? Вопросы, народ. Тогда я думаю, что сегодня достаточно могут про Хануку два слова сказать. Очень важно в книге Равашенки «Израиль и человечество» он очень почетивает, что Хануку – это вещь, которая не взялась во времена Маковеев. Что Ханука еще до Маковеев была праздником освящения храма. И более того, что храм осквернили именно в тот день, когда он был освящен в начале истории второго храма. И поэтому Маковеев установили праздник именно в этот момент, то есть вот связывающий. То есть уже с начала второго храма освящение храма приходится на те дни, когда была Ханука. Оно не было праздника, может быть, оно стало праздником Велинара Маковеев, но исходно эта идея, этот день был, выделен. А более того, что выделен еще раньше, и Равашенки относится это к Адаму. Еще времена Адама, Адам воспринял темное время как время тяжелое, и что увеличивается свет, соответственно, является временем праздничным. И из этого, как считается Абшевки, возникло, во-первых, римский праздник Календы и Сатурналии, который был в основном 1 января. А кроме того, именно из этого чувство христианства объявило эти дни днями Рождества. То есть привязало рождение Бога как бы к этому моменту. И вот это вот, да, вот сейчас у нас в чате появился адрес, где находится эта лекция Равашенки. И таким образом идея, что тяжелое время, темное время нужно преодолеть, оно есть, оно общечеловеческая идея. Но очень интересная разница. То есть эта вещь идет от Адама. В Алмуде сказано, что Адам это установил, а потом и глупоклонники превратили это в глупоклонников. Но главное здесь отличие интересное между иудоизмом и христианством. Христианство говорит, пришло темное время, что остается надеяться на рождение Спасителя. То есть нужно родиться Спаситель, который нас спасет. Что это подход к христианству. Подход иудоизма другой. Есть темное время, что нужно делать? Зажигать огонь, зажигать свечи. То есть мы сами должны нас продвигать. Вот эта вот разница между христианством, который ждет, что его продвинут из земли, иудоизм, который настаивает Чехов, он должен продвигаться самому. Это вот и есть очень интересная и существенная разница в восприятии иудоизма и христианства в восприятии темного времени. А разница в датах происходит из-за того, что христианство, поскольку это цивилизация римская или постримская, которая взяла из Египта календарь, то у них календарь солнечный. Поэтому под понятием «самое темное» они понимают, когда день наиболее короткий. То есть там 20 числа декабря. А иудоизм – это цивилизация лунно-солнечная. Она объединяет солнечную и лунную компоненты. А поэтому под праздник Ханука взяты дни, когда и ночь самая длинная, а день короткий, и на небе нет луны, то есть новолуния. Вот именно сейчас конец месяца Кислева и начало месяца ТВ, когда и день короткий, и ночь длинная, и одновременно луны нет, потому что новолуния. Это вот соединение темноты солнца и темноты луны. Из него выбрана дата еврейской праздника преодоления тьмы, то есть холода. А чисто из солнечного календаря выбрана христианская дата преодоления праздника, то есть конец декабра, ну и, соответственно, римская дата, которая была на 1 января. Интересно поэтому отметить, что 1 января в принципе не является христианским праздником, оно является дохристианским праздником. Оно являлось физическим праздником, но до этого оно являлось праздником Адама. И в этом смысле иудаизм вполне может взять себе 1 января в качестве дня, общечеловеческого дня Адама, и очень интересно посмотреть, как он празднуется, по сути дела. Что самое главное в сегодняшнем праздновании Нового года, именно 1 января, это зажигание огни. То есть, если вы посмотрите, как празднуется 1 января во всем мире, поскольку празднуется по всему интернету, то главное празднование – это зажигание фейерверка. То есть, в общем, типичный праздник огни. Только евреи зажигают свечи в память о чуде масла в храме, а народы мира зажигают огни в знак преодоления темноты. В общем-то, это и то, и другое является переживанием, производным от переживания Адама о преодолении темного времени года. Это такое маленькое добавление. Ну вот тогда, наверное, на сегодня все. Да, замечательно, спасибо. Я обклеил линки. Это три линка на видеозаписи лекций, посвященных Хануке. Одна большая лекция, порядка 45 минут Рава Шерке, которую я свободно назвал «От Адама до генерала Алленды». Второе, его короткое 15-минутное видео, ответ на вопрос, какое имеет отношение праздник Ханука к народу мира. И третье, это лекция непосредственно уважаемого Пинкса Полонского про Хануку. Это все с этим. Можно ли еще в Крейтлинк на сайте Маханаема выставлена эта лекция Рава Шерке, распечатанная из них заявление человечества про Хануку? Тоже, если можно, его или прислать всем, или как-то опубликовать. Хорошо, я все вышлю, я с тобой выйду, я не очень понимаю, про что ты говоришь. А, вообще, в смысле, не на главной странице, а вообще стоит. Хорошо. Нет, 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 нет. На сайте Маханаем, в разделе Ханука, есть глава из книги Рава Шерке, из реалии человечества, где рассказывается об этом текст просто. Не всем удобно смотреть видео, не всем удобно смотреть. И там он больше рассказывается, это глава из книги. Хорошо, беру как частное задание, найду эту статью и вышлю всем линк. В следующий раз, на следующей неделе, в отличие от других лекторов, у которых лекций не будет в следующий раз? Нет, не будет, не будет. Я понял, что я не смогу. А, да? Со всеми двигаться, не будем. Окей, хорошо. Значит, тогда, так же, как и у всех остальных лекторов, на следующей неделе некоторые каникулы Ханука плюс, поэтому лекций не будет. Всем ханука самэх и до свидания. Все, спасибо большое.